Турнир по становой тяге в городе проводился впервые. Кроме десногорских спортсменов, помериться силой приехали гости из Ярцева, Гагарина и Верхнеднепровска. К соревнованиям допускались все участники, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. Наш спорт не существует силовой трейбор как пауэрлифтинг. Он состоит из трёх движений – приседания, жемлёжа и становая тяга. Но мы решили сделать соревнование по одному движению из этих трёх – это по становой тяге. Соревнования проводились без специальной экипировки в четыре подхода. Допускались только поясные ремни. Становая тяга считается культовой дисциплиной среди атлетов, работающих со спортивными снарядами. И несмотря на общепринятое мнение о том, что поднимать железо – исключительно мужское занятие, этим видом спорта активно занимаются и девушки. Я считаю, что этот вид спорта совершенно не женский, но девушки им занимаются, потому что он интересен, он развивает характер, целеустремлённость, волю к победе. На турнире миниатюрные спортсменки поднимали вес в три раза превышающий их собственный. Александра Сизова из Гагарина подняла штангу весом 97,5 килограммов, а Ирина Шекина взяла нагрузку 145 килограммов. Вставай, не левайся! Иди вверх у него! Юный атлет Тимур Дюденков занимается со штангой чуть больше года, но уже сумел добиться больших результатов. На турнире Тимур осилил вес 82,5 килограмма. Я хочу стать кандидатом в мастера спорта, мастером спорта и выше. Для более опытных спортсменов этот турнир стал закреплением ранее достигнутых результатов. Максимальный вес на соревнованиях был мной поднят – это 350 килограмм на соревнованиях на чемпионате Смоленской области. Закончились соревнования под ведением итогов. Абсолютные победители первенства удостоились кубков. А призёрам вручили медали и грамоты. Первые в городе соревнования по силовой тяге прошли успешно. И все участники в очередной раз доказали себе и судейству практически безграничные возможности человеческого тела. Белета Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.